Нам нужно домой, чтобы все собрать, упаковать вещи, чтобы завтра рано утром на рассвете отправиться в новое путешествие уже в составе, в новом составе нашей семьи. Сейчас, значит, наскоряк готовим ужин. Надо пораньше лечь спать. В 5 утра планирую проснуться, в 6 утра хотим выехать. Ну, конечно, скорее всего, это будет часика в 8 встанем, а в 9 увидим. Привет! Давно с тобой не виделись? Ну что, ребятки, на состояние почти час ночи. Наш сбор вещей выглядит вот так вот. Ну что, время 7 утра, как я и говорил. В общем, опять было вставать не вариант, как было бы прям разбито и крыто. Вещь у нас по-прежнему вот так вот. Я умылся, сейчас будем завтракать и быстро собираемся. Традиционно в дорогу набираем питьевой воды. Ну что, мы наконец-то собрались и готовы выдвигаться. Давайте зафиксируем, что сейчас время 10 минут 10-го. Посмотрим, за сколько мы доедем, потому что эта поездка, это путешествие у нас интересное с той точки, что мы едем, так сказать, в новом составе нашей семьи. За сколько мы доедем, я пока вообще даже представить не могу. Возможно, где-то будем даже останавливаться, но смотрите, в общем, выпуск до конца и посмотрим. Обычно, традиционно, из Краснодара до Подольска, из Подольска в Краснодар мы доезжаем за 13-14 часов. Как будет в этот раз, я не знаю. Я говорил уже в начале выпуска, что я хотел выехать в 6 утра, но ничего не получилось. Выезжаем только в 9. Но классно, что я заводил будильники на 5, потом на 5.30, потом на 6. В итоге мы пол седьмого встали. Если бы я завел будильник на 7 с расчетом выехать в 9, то, скорее всего, мы бы выехали либо в 11, либо в 12. Все-таки мелкие сборы по крупицам, по крупицам, да, Настенка, они все равно забирают уйма времени. Все, едем мы до Подольска, это Московская область, 20 километров не доезжая до Москвы. Будем ехать по платной дороге. Вот так мы расположились. Здесь Артемка, здесь Мирон, Настенька с Родионом, ой, с Мироном. И вот наше кресло, вот такое, которое трансформируется в коляску. Можете выпуск посмотреть на канале. Так, ну смотрите, ехать, значит, нам 1321 километров. Пишет, что ехать 14 часов. Ставим, поехали. Ну, посмотрим, как оно будет. Да, ребятки, это интересный выпуск, во-первых, да, то, что я сказал, посмотрим, как вообще это приключение пройдет с малышом. Ну и, конечно, я вам покажу дорогу, посмотрим, как там платник поживает. Последний раз мы ездили в июне в Москву, в июле обратно на юг. Вот, посмотрим, как сейчас, посмотрим также, сколько стоит. У меня, кстати, по транспортеру еще долг, по-моему, висит 350 рублей. Вот мы вместе с вами попадаем сейчас на Ростовское шоссе. Все, с этого времени нам никуда отворачивать не нужно. И будем ехать, 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 ехать. И упремся, так сказать, в Подольск. Так, ребят, я напоминаю, что у нас машина Mercedes ML, дизель. Значит, обычно я лью дизель на Роснефть. Смотрите, здесь цена 40, 8, 10, нехило так он вырос. Но в этот раз мы сейчас заправляться уже не будем. А все потому, что мы заправились вчера с вечера, полный бак. И это все благодаря Артему. Артем, почему? А потому, что мы только больше времени потеряем. Да, Артемка мне просто сказал, мол, типа, пап, заправься сразу, заправь полный бак, чтобы завтра мы не теряли время на заправку. И мы так и сделали. Ну, как всегда, путешествие начинается с заправки. Единственное, что я решил заправиться с вечера, чтобы завтра не терять время на заправку. А заливать нам все равно придется много. Мы на пустом баке. Сейчас зальем. Я напомню, здесь 100 литров бак. Наверное, тысяч 5 сейчас улетит. Так, ну что, смотрите, я залил на 4,570. 95 литров. Этого нам хватит на, сейчас скажу, запас хода 1000 километров. Все, поехали. Сейчас, наверное, многие начнут писать в комментариях, как тогда, когда мы поехали в Крым на последних неделях беременности. Что, мол, типа, куда вы сейчас поперли с ребенка, ему даже еще месяца нет. Слушайте, ну, во-первых, это стиль нашей жизни, мы постоянно катаемся. И ребенок как бы в этом не помеха. Как говорится, и беременность, и маленький младенец, это не болезнь. Когда ты не можешь никуда передвигаться. Плюс он привык с нами, пока он был в животе, везде с нами таскаться. У него это, как говорится, в крови. А еще у нас много дел, которые нужно решить уже оффлайном в самом Подольске. Поэтому нужно ехать сейчас. Мы не хотим ехать в октябре, когда, например, будет месяц, там, два месяца. Потому что будет очень холодно. Нужно уже будет переобувать машину, это дополнительные деньги, чтобы ее купить, эту резину. Также нам нужно будет одежду покупать, потому что у нас зимней одежды нет. Поэтому мы приняли решение сейчас прыгнуть в тачку и поехать. Так, ну что, ребята, смотрите, у нас первая развязка. Джукба, Новороссийск, направо. Я бы, конечно, лучше направо поехал. И Ростов-на-Дону прямо. Ну, соответственно, мы держимся Ростова-на-Дону. До него где-то 200 с чем-то километров. Ну что, я пополнил баланс на 2000 рублей. Минус долг, 300 с чем-то, да, был. Итого на балансе сейчас 1681 рубль 50 копеек. По-моему, нам ни хрена не хватит этих рублей. Значит, еще раз прокатимся минус. Фишка, короче, вот этих транспортеров заключается в следующем, что... Ну, как я понял, вы можете ехать, у вас, например, на балансе закончатся деньги, и он просто будет списывать в долг. То есть, по сути, прикольно. Вам не нужно заморачиваться. Вы можете вообще с нулевым балансом, как я, было просто проехаться, и потом, например, погасить долг. Это, конечно, очень удобно. Хочу вам немножко показать табло. Вот, смотрите, у нас расход сейчас упал до 9,9 литров. Значит, скорость мы держим 108 километров, и машина круиз едет. И, я не знаю, во всех машинах дизельных это так, или только вот в этой машине, что, например, когда ты едешь быстрее, допустим, вот 130 будем ехать, расход будет расти. А если здесь держать где-то скорость 90-100, то расход упадет вообще до 7 литров. Просто на Вольве мы когда ехали, вот чем больше давишь, тем расход меньше. Чем меньше, тем больше. Вот так вот, а тут получается все наоборот. Покажу попозже, будем вот держать сейчас скорость 110, покажу вообще, насколько упадет расход. Такое поле фермерское, и посреди поля стоит крест. Местные, кто в курсе, напишите, пожалуйста, что это за такая святая достопримечательность. Местные, почему не собирают подсолнухи? Мы вот сколько катались по Краснодарскому краю, я вот видел все эти поля, как распускались эти подсолнухи, потом они как начинали загнивать. Я еще Настеньке говорю, неужели их собирать не будут? И вот действительно мы сейчас едем уже, конец сентября, и можете увидеть, да, что они все завяли, все черные. Вот видите, расход упал до 9,4 литра, и запас хода у нас на 1020, вот 1030 километров. Вот если мы такую скорость будем держать, то будет классно, а уже 9,3 пока я болтал. Мы доехали, значит, до указателя Коренов заканчивается, и отсюда есть такая развязка. Видите, это съезд на платный участок и съезд на бесплатный. Мы, естественно, как я сказал уже ранее, едем по платнику. Не вижу смысла ловить светофоры, пробки, города по бесплатной дороге. Хотя, если так едете по бесплатке, то можно сэкономить минимум 2 тысячи на платнике, получается. Вот, стоят, радар придет. Вот так вот, не доезжая до Ростова, где-то километров, может быть, 190. Так вот стоят, проверяют скоростной режим. Начинается участок, ремонт дороги. Я думал, что здесь уже все завершили, а вот нет. До сих пор что-то делают, делают. Что здесь они делают? Разметку на кой-нибудь. Это 1240 километр. Вот такое вот сужение в одну полосу. Вот этот вот ремонт идет километров, наверное, 10, может быть, и больше. Здесь еще у нас по ценам будни 200, выходные 230. Вот, значит, справа, видите, будка стоит. Вот там можно приобретить себе этот транспортер. И по транспортеру можно проезжать абсолютно в любое окно. И вот, кстати, ремонт дороги здесь заканчивается, видите. А еще мне кто-то писал в комментариях, что можно взять на прокат транспортер в начале и в самом конце уже отдать. Вот желтенькая-зелененькая табличка. Мы едем в зелененькую. Да, 230 рублей. Видите, написано класс 1, 230 рублей. Обалдеть. Ну все, разгоняемся. Выставляем традиционный круиз 110 километров. И держим скорость. Так, мы делаем первую остановку спустя 119 километров. Полтора часа. Едем, но не для того, чтобы заправиться. А потому что кому-то писать, кому-то кофе. Так, ну что, все, мы его подкупили. Кофе, фитнес, этот батончик и хоток, это Насенький. А Темка схватил себе и Роденочку по шоколадке. Так, давайте посмотрим промежуточный результат. Значит, расход у нас упал 8,7 литров на 100 километров. После старта проехали 128 километров. В пути час 43, но это с момента, как я завел машину. Примерно мы, получается, час 30 где-то едем. И запас хода у нас еще на 925 километров. За бортом 15 градусов. Так, у нас появилась первая табличка. Помпончики через 11 километров. Но там, наверное, мы останавливаться не будем. Будем ехать дальше. Похоже, как он не будет установить. За Ростовом нам осталось 119 километров. Так, мы подъезжаем к следующему платнику. Вот здесь табличка с сценками. И смотрим. В будни 140, 160, выходные. Вот нам сейчас придется отстегнуть 160 рублей. Блин, нахренеть вообще. Лучше ехать, короче, ребята, в будни и ночью, если хотите сэкономить. И проехать с покладкой. Направо поедешь, попадешь в невеселую жизнь. Поэтому, если будет невеселую жизнь, вам вот здесь надо свернуть направо. Сейчас посмотрим на курс скорости, он нам откроет. Так, 70, 60, 50, 40. Вот так вот. Вот первый класс, 160 рублей. Все, разгоняемся. Снова ставим на круиз. И елем. Так, ребята, кто возвращается домой? Вот здесь вот, ну, по крайней мере, висела табличка. Арбузы по 8 рублей за килограмм. Вот этот ориентир. Видите, у вас тут заправка. Газпром будет. Порковка большая. Здесь можно остановиться даже, переночевать. Видите, мотели, отели, всякая здесь и дела. Так, спустя 2 часа дороги мы немножко перекусили. Артем не спал. Родион поспал. Мирон до сих пор топит. Надеюсь, будет спать максимально в дороге, чтобы не напрягать криком. Надеюсь, все пройдет хорошо. Но вы досматриваете и увидите, каково это с таким маленьким ехать. Попали в прикольное явление. Светит солнце, слева, справа, сзади, да? А у нас идет дождь, потому что прямо над нами туча. И мы вот резко прям в нее попали. И вот так вот двигается она вместе с нами. Так, ну что, ребят, время из 20.12. Мы делаем полноценную установку на обед. Когда, конечно, мы недавно перекусывали, все дружно. Но вы решили, что мы сейчас будем обедать здесь. Почему? Потому что следующий помпончик, надо разворачиваться. И плюс там пробка. Поэтому лучше здесь и время не потеряем. У нас с собой есть переноска. Мы в специальном зале. Мирончик там сейчас спит. Я надеюсь, он нам даст покушать спокойненько. Точнее, Настеньке. Буквально 5-7 минут, у нас все готово. Вот так все это выглядит. Единственное, что я хотел, перемене с бульоном. Что-то закупил. Пацаны у нас отдельно сели. А по сумме я вам покажу. Вышло все вот на 905 рублей. Минус у помпончиков, это то, что нету комнаты матери и ребенка. Поэтому мы сейчас вот так вот сложили кресло. И Настенька сейчас его быстро переоденет. Так, подъезжаем, значит, мы на пост. Это вроде как перед Ростовской областью. Здесь такой он прям с турникетами. Как такой сочинский пост. И вот они здесь блюдят. Блюдят. Как и чё? Так, мы не знаем. Ну, вроде нас не остановили. Хорошо. Да, мы въехали, значит, в Ростовскую область. И здесь сразу начинается отрезок пути, где можно держать скорость 110 километров. Ну, соответственно, 130, по идее. До Москвы 1120 километров, до Ростова 50. Мы подъезжаем, значит, в Платню. Так, и тут посмотрите, какое тут столботворение. Ничего себе. Обалдеть. Вот это да. Резко вот сюда вот я же перестроился на проезд на Платку. Обалдеть. Прикиньте, сколько людей. Вот это да. Вот это типа не сезон, а вообще всё забито вот так вот. И вы знаете, вот такие моменты я постоянно говорю. А чё толку от этого транспортера, если в очереди стоишь как на платный, как на проезд по нему, так и по наличке. Ну, сами видите, вообще просто капец. Ужас. Так, ну что, проскакиваем. Так, ну всё потому, что первое, смотрите здесь какая начинается. Ужасная пробка. Плюс здесь вот так вот ДТП. Вот так он прям залез в под фуру. Сужение, понятное дело, да? Блин, просто жестко. Сколько здесь сейчас простых пробки, конечно, непонятно. Но забиты все какие-то пути вообще втиснутся. Жёстко. Ладно, давайте засекём время. Сейчас 35 минут первого. Смотрите, короче, пробка в принципе закончилась. Идёт вот такой вот здесь ремонт дороги. Поэтому всё истыд, потому что сужение в одну полосу. И мы простояли, получается, сколько? 5, 10, 15, 20 минут. Пока стояли, проснулся у нас маленький, вы, собственно, слышите. И Настенька его сейчас переодевает. Пробка на этом не закончилась. Конечно, немножко повезло, что пока мы прям ехали, Мирончик спал, а вот когда мы встали в пробку, вот он проснулся, и мы успели всё. Настя успела его быстренько переодеть. Вот, как бы всё совпало идеально. И здорово, что мы покушали именно в том помпончике, а не в этом, который чуть дальше будет. Смотрите, мы заезжаем в Батайск. Тут находится то самое знаменитое Батайское кольцо. Сейчас будем здесь как бы отворачивать. Да, я вот думал, что пробочка-то закончилась, а она не закончилась. Она ещё вот, видите, как ведёт? Вот тут вот, ещё есть она. В общем, ребят, если вы будете ехать в сторону Краснодара, там на море, может быть, в янтерный сезон, то знайте, что вам тоже придётся постоять в пробке. И она достаточно долгая и длинная, прям вообще затяжная. Поэтому готовьтесь, берите эти нервы и получайте удовольствие от пробки. И тогда всё будет нормально. Вот, подъезжаем, значит, к моему круговому движению. Здесь ДПС-ники. Как бы можно, как говорится, затупить. Здесь часто вообще всех ловят на какой-то фигне. Вот, поэтому аккуратненько, не спешите. Здесь, как говорится, они славятся своей манерой. Останавливать всех подставами, так сказать. Но вот скоро здесь будет классный Санкада. Я думаю, и пост, как и все другие, их просто отсюда уберут. Такая здесь, ребятки, реконструкция. Ну всё, вроде теперь точно проехали. Так, сейчас 10 минут второго. Смотрите, какие муляжи стоят. Что такое? Там ещё не успел показать. Вот перед этим муляжом ещё дачка была у них в кустах. Так метров за 30 убрано. А они сами на дороге стоят. Радар выставили. В общем, повнимательнее, кто здесь едет. Так, у нас такая табличка. До Москвы 1061, Воронеж 568, шахты 67. Такое достаточно рабочее движение. Здесь, вот на этой, на этом месте заезжаем мы в Аксай. Смотрите, а тут вот едем, а тут до сих пор и жёлтые подсолнухи. Интересно, как-то там вообще все видели, да, какие? А тут вот ещё годные к применению, к употреблению. Мы наконец-то пробили отметку в 1000 километров. И до Москвы нам осталось 999 километров. Фактически до адресов нам, конечно, даже меньше. Но вот по знакам меньше тысячи. Ура, ура, наконец-то. Так, смотрите, подъезжаем на съезд на Волгоград. До Москвы 945 километров. Здесь тоже идут ремонтные работы. Видите, там одна полоса такая. Новая, вторая ещё пока не новая. Оранжевая разветочка. Здесь вот, хвост ТПС. На нашей стороне никого нету, а вот здесь, видите, штурмует. Какие ветряки красивые, вау. Вау, видно? Ветряки, ветряки, видишь такие? А, да. Бельницу. Мы вместе с вами заезжаем в Каменс-Шахтинский. И вот так, смотрите, такая статуя, силуэт казака до Москвы 932. Так, я помню, как-то в 2019 году мы сюда заезжали, вот тут вот, вот дворы, меняли на машине. Аккумулятор. Вот он. Гестинец СССР, который так всех валит. Справа музей военной техники. Пацаны, смотрите, сгорели, сколько самолетов, истребителей вертолетов. Едем, и так кайфово наладилась погода, светит солнышко за бортом 18 градусов. Обычная, всегда по-другому, когда ты едешь с Москвы в Краснодар, то погода так налаживается. А учитывая, что сейчас в Краснодаре, в Краснодарском крае погода сошла с ума, в Сочи сегодня вообще плюс 13, то сейчас вообще просто все по-другому. Едем, наоборот, из холода в тепло. Ну, либо мы просто сейчас на такой нейтральной территории, где нет этого холодного циклона, и действительно тепло 18 градусов. У нас вот многие спрашивают, чем мы занимаем детей в дороге. На самом деле, пацаны у нас привыкли так много ездить, что они сами себе находят занятия. Вот, например, Артемка нашел себе занятие. Просто рисует кружочки во весь лист. Рисует, я не знаю, уже, наверное, часа полтора. И сказал, говорит, я сейчас дорисую, а потом эти кружочки буду крестиками зачеркивать. Лайфхак от Артема. Вот. Давайте такое задание ребенку. Рисовать кружочки. Очень прикольно ехать осенью по трассе, потому что столько много различных красных. Желтый, красный, оранжевый, светло-зеленый, салатовый. И местность такая холмистая, когда попадаешь на возвышенность. Виды, конечно, очень классные. Это не то, что ехать летом, все зеленые, все дерево-дерево. Здесь еще как бы дерево-дерево, но все наполняется еще и различными цветами палитрой. Это, конечно, очень клево. Так, мы приезжаем пост. Ограниченность здесь у нас. Чтобы мы заезжаем в Поповел, в Воронежскую область. Кстати, едем, наверное, уже километров 380, наверное, без платных участков. Это, кстати, вот. А потом начнутся участки, ближе к Воронежу. Просто один за одним, один за одним, один за одним. У нас сейчас тихий час. Все дети спят. Думал, у Насенька поспит, но Насенька не спит, она смотрит сериал. А я рулю, хотя я бы сейчас сам не отказался. Спать хочется. Спасает только одно. Настрой такой, что наконец-то мы куда-то едем. Блин, почти два месяца мы просидели дома. По причине последних недель, родов. Потом, соответственно... Так, подождите, немножко торможусь. Немножко ждали, когда хоть немножко ее подрастет. И сейчас так совпало, что нам нужно ехать в Подольск, решать всякую бумажную волокиту. Вот. И, соответственно, наконец-то мы едем. Это здорово. Это не передать. Не передать словами. Учитывая, что в Краснодарском крае эта погода приболела, едем и сейчас солнцем наслаждаемся. И прям классно, вот пасмурт. В экраны сейчас, наверное, тоже. Если у вас пасмурно, вот, согревайтесь через экран. Так, мы уезжаем за Ростовскую область. Все. И дальше начинается Воронежская. И вот, смотрите, здесь идет ремонт дороги. Опять. У меня опять основа, видите, вот, Кокучарский район. До самого Воронежа 271 километров. До Москвы красивое число. 777 километров. Пока я ходил. Шусь. Вот здесь все копают, копают. Скоро, наверное, будет широкая, широкая, широкая дорога. А слева, посмотрите, какие красивые поля. И в 7-м, и в 7-м. Смотрите, насколько здесь узко, что вот он встал и все занял. Ага, увидел меня. Так, подожди тебя. Я проеду. Спасибо тебе большое. Так, следующий. Тоже как-то встал. Оп-оп-оп-оп. Вот так вот. Вот так вот употребляет дорога. А теперь, видите, с левой стороны получается ремонт. Короче, ремонта еще много. Чтобы июня было много, чтобы июня было много. Что, соответственно, в конце сентября тоже. Надеюсь, в следующем году будет интереснее ехать. Вот так вот. Такая вот реконструкция в Воронической области. Ведь слева прямо, а справа мы просто попадаем на такой полевой серпантин. Право-влево, вправо-влево, вправо-влево. Вот так вот дорога виляет, витляет. Так, дальше начинается, вот смотрите, платный участок, на котором можно ехать 110. Да, то есть по всем табличкам. Соответственно, плюс 20, 130, хорошая скорость. Можно прокатиться. И по цене данный платный участок будет стоить 240 пудни. Что, 130 выходных, что ли? Не понял. Так, ладно, окей. Сейчас мы чуть позже все увидим, сколько спишется с баланса. А здесь уже начались такие участки для отдыха. Пикник, да, знаки висят. Здесь есть туалеты. Вот на вот этом, например, даже есть магазинчик. И не один, а даже несколько. Вот здесь есть лавочки. Короче, с комфортом можно отдохнуть. Ну и, соответственно, справить нужду. Зайдем дальше, знак по-прежнему у нас уже 10, красота. Ну, дороги, в принципе, по состоянию здесь уже такие более-менее свободные. А вот видите, слева едут фуры. Это бесплатная дорога, то есть альтернатива. Но ее, конечно, минус заключается в том, что она, как получается, двухполосная. Одна в Краснодар, другая в Москву полоса. И вот прицепляешься, если на легковой, да, тем более машине, прицепляешься за какой-нибудь фуры, либо вон красно-белые, и едешь со скоростью 60 километров. Ну и плюс там камер много, плюс ремонты. Ну, засада. Но есть плюс, вам не нужно будет тратить пару тысяч и сэкономить. Но потеряете, мне кажется, времени прилично. Так, а вот зона отдыха. Видите, здесь же без магазинов, получается. Здесь просто есть туалет, большая парковка для больших, для маленьких машин. Вот так это выглядит. Есть беседочки. Да, мы неоднократно останавливались на таких парковках, когда ездим летом. Но сейчас нет смысла, потому что улица уже проплата, 15 градусов. Мы как-нибудь сейчас где-нибудь в машине, а потом уже вечерочком, часов 7-8 заедем, наверное, где-нибудь покушаем. Так, ну что у нас, можно сказать, экватор. Нам, по-моему, осталось 650 километров. Мы подъезжаем, наконец-то, к платному участку. Получается, что километров 500, наверное, 450 мы ехали вообще без вот этих пунктов. Так, 240 рублей, походу, сейчас спишет с карты. Здесь такой платник широкий, широкий. Вот с этой отметки платники начинаются вообще постоянно. Один за одним. Так, посмотрим, едем 60, едем 60, 40. Красава, хорошей дороги, спасибо. Слушайте, а здесь нет экрана, сколько денег списала? Но мне сейчас на телефон придет уведомление. Буквально 7 минут, мы попадаем еще на один пункт оплаты. Снимание оплаты. Ага. Так, 70, хоп-хоп, 50. Забавляем скорость. Так, значит, нам нужно зеленое окошко. Но я уже говорил, по транспортеру можно вообще в любую заезжать, везде откроется. Вот. Ну, поедем на этом. Ну, здесь еще нет шлагбаума. А, есть. Нифига я его не увидел просто. Тоже не увидел? Вообще, как замаскировался. И я. Так, вот. Никто не видит, что к вам вообще бы его снесли. Все, дальше будем ехать. Дело так вечера. Не представляете, мы даже включили подачу теплого воздуха в машину. Вот так вот. Прохладно. Ну, ладно. Подъезжаем мы к Платнику, к очередному. Сейчас посмотрим по цене. На этой стойке. Так, так, так. 100, 150, 170, 250. Ничего не понял. Ладно. Давайте. Как говорится, смотрим. Москва, Москва, Москва. Так, Москва. Москва, Москва, М4, Воронеж. Москва, Платный участок. А что, куда нам? Москва, Москва. Ну, а что? Так, я, короче, что-то затупил. Не пойму, куда мне ехать. Наверное, сюда. Шик открылась. Все, едем. И отсюда начинается сразу участок, где можно ехать. 130 по знаку. Ну, соответственно, плюс 20, 150. Да, вот такой вот весь платник было бы вообще от души. Убейте, 130. До Москвы, 544. Вот мы заезжаем, получается, в Воронеж. Но идем и был бы объезд по платнику. У нас загорелась лампочка. Это значит, что нужно заправляться. Я думаю, что заправимся мы. У нас вот на 132, видите, еще запас хода. Я думаю, что на 1002 заправимся. Нам этого должно хватить. Так, смотрите, после старта мы проехали 871 километра, а запас хода вот на 100, на 146, вот при скорости 100, да, 110. Вот мы иногда больше ездим, поэтому и расход под увеличенный. И писал, что запас поменьше. Ну вот, или на 1000 километрах полный бак. Вот и заправка. Дизель здесь 48,20. Заезжаем сюда. Сейчас наберем водички и заправимся. Так, ну что, вот я на 2000 залил. Все, едем дальше. Ну что, подъезжаем, значит, мы к очередному платнику. На балансе меньше 500 рублей. Мне уже прислали оповещение, что мы, типа, аккуратнее-аккуратнее. Заезжаем. Вот, хорошей дороге, спасибо. Все, поехали. Единственное, что на Роснефти, короче, не работал туалет. Поэтому нам нужно сейчас что-нибудь найти, чтобы всем сходить. Мы, короче, делали остановку, укладывали Мирона, потому что он ни в какую вообще не хотел засыпать на скорости. И уснул только, вот, более-менее так в сон ушел, когда мы остановились и минут 15 стояли. А потом я стал ехать очень медленно, 70 километров, чтобы, ну, скорость, может быть, я подумал, скорость его раздражает. И тем временем мы проехали тысячи километров, ровно тысячи. Вот, и в пути мы, получается, 11 часов. 11 часов 15 минут. Вот, что-то все к вечеру уже башка не варит. Вот у нас очередной платник. Здесь, по-моему, 230 рублей будет взиматься плата. Притормаживаем маленько. И будем заезжать вот самый первый день. Здесь прекрасные новости для нас, как минимум. Мы заехали в Тульскую область. Это значит, что нам надо преодолеть только одну область, Тульскую. Вот, видите, большая такая вывеска, красно-белая. Вот, справа, Тульская область. И все. И мы будем у родителей. Здорово. Ехать нам еще часа три. Еще платник. Проехали, значит, после ДПС. И сразу за постом. Вот такой вот платник. По-моему, здесь 130 рублей я сейчас должен вам списать с нас. Открылись. Так, дальше у нас, смотрите, участок, на котором можно ехать 110, плюс 20, 130. Люблю такие участки. Разгоняемся, поехали. Еще один платник, так называемый, ночью, вроде как в 150 рублей. Я думаю, мы пока на скидку не попадаем. Вот, поэтому у нас, скорее всего, здесь по полной прогонят. Вот здесь окошечек по транспорту гораздо больше. Видите, целых раз, два, три, четыре, целых пять штук. Вот, кто-то затупил. Видите, задом сдают. Шикс. Заскакиваем. Короче, минус 68 рублей на баланс, и он тупо не пропускает. Не знаю. Что за шляпу? Вот сейчас 500 рублей закину. Попробую проехать. Что за шляпа? Поедем сейчас вот сюда за наличные. И он, если что, он должен, по идее, открыть. Определяю класс. На плате 150. Слушайте, а почему мне транспортер не пропускает? Он так блокировал. Ну, я пополнял, в принципе, только что, и было там на балансе. Он пишет, типа, заблокирован. 500 рублей. Ну. Ладно, хорошо, давай. Попробую. Я пойму. Нет, пойму. Давай, давайте, другой. Ну. 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 Ну, спасибо. Ну, короче, она сказала, что он может не пополняться, типа, так быстро. Надо, типа, подождать полчаса. Но в итоге вот 150 рублей еще заплатил. Ой, не знаю. Короче, вот не знаю, вот сколько езжу, я вообще не понимаю выгоды вот этого транспортера. Вообще не понимаю. Вот сколько ездим, всегда даже на транспортерах тоже есть очереди. Вот такие дела. Он так медленно шел, переходил через дорогу. Надеюсь, было вам видно, что я так думал, что он сейчас нас не выцепит. На все нормально едем дальше. Смотрите, 1183 километра. Почти 13 часов едем. За бортом 9,5 градусов. Так, ребята, мы сейчас подъезжаем еще к платнику. Но сейчас мы с вами будем заезжать не в зеленую табличку, а там, где оплата наличной. Потому что, чтобы опять, короче, нам задом не задавать, вдруг она еще до сих пор не пополнилась. А если она пополнилась, то я пройду, значит, там... Короче, сейчас вы увидите. Это про что я вам говорил, что если у вас есть этот транспортер, то можно абсолютно в любой терминал заезжать. Сейчас будем проверять все это дело. Так. Вот. Смотрите. Выбираем. Видите, желтый. Хопа. Вот так вот. Набрасываем скорость. Подъезжаем. И... Вот, видите, и открылся. Прямо в последний момент. Вот, если вы будете так же делать, то вот знаете, что на наличном терминале шлагбаум открывается медленней. То есть лучше сбору, сбросить скорость по минимуму, чтобы резко не отормозить, либо вообще не снести шлагбаум. А мы заезжаем в Московскую область. Все. Мы в Московской области. Проехали мы 1223 километра. Так, по-моему, это крайний платник. Домодедово. Вот так вот. Заезжаем. Здесь еще, короче, любой нам можно взять. Так, что-то все щенится интересно. Короче, что-то затупило систему снова. В общем, все пропустило. Шесть. Все, вот это у моего дедова. Вот так, короче, навигатор повел меня по скаду. Ни разу здесь не ездил. В тот раз, когда он тоже здесь вел, я не решился сюда заскакивать, потому что ни огоньков не было, ничего. Но потом мне отец сказал, что здесь уже можно ехать. Вот. Типа он еще просто пока бесплатный. Ну, сейчас, короче, посмотрим. Тоже вот скоростная бетонка получается. Так, ну что. По отрезку скад мы проехали бесплатно. Вот. Видимо, турникет еще не запустили. А вот камеры там уже стоят, функционируют. Дальше он переходит в саму бетонку. И вот с бетонки мы уже делаем съезд на М2. Слушайте, ну, интересное решение, конечно. Классно, что появляются развязки, ездить становится прикольней. Но смотрится это нагромождение, конечно, даже не знаю, какое слово подобрать. Мощное, эффектное. Когда, да, мужчин становится все больше. Отчасти хорошо, отчасти плохо. Все в бетоне, как говорится. Вот. Ну, что, все. Ну, 10 километров осталось ехать. И мы будем искать парковку. Артемка вот мне говорит ехать, ехать 16 минут, но было тогда еще 30 минут ехать. Я говорю, ну да, только еще 30 минут, а потом парковку будем искать. Скорее всего. Кстати, Артемка меня сейчас поддерживает. Он единственный не спит. Все спят, молодцы. А Темка, как мой штурман, контролирует навигатор. Да, Темка. Ребят, все, мы добрались. Ехать осталось буквально 3 минуты. Еще парковочку найти. И все, будем заходить отдыхать. По итогам. На топливо ушло, значит, 6500. Мы переезжаем на лампочку. Лампочка уже загорелась. Далее на платник у нас ушло, значит, то ли 2600, то ли 2100. Ну, с учетом, что я 500 рублей, да, закину, когда аппараты все ступили. В общем, по сути, по сути, ушло 2 или 2100, но так как там еще теперь есть на балансе, тоже как бы деньги не потраченные. Вот. На еду у нас ушло 1500 рублей, не считая этих денег, которые были оставлены за день, там, типа, эти печенюшки купить, ну, такое, по мелочи, погрызть дорогу. Ну, и, собственно, все. Что касается детей, пацаны, как всегда, у нас молодцы. Маленький Мирончик, Молодчик вообще немножко покричал, ну, из-за того, что он просто очень сильно хотел спать и вовремя не уснул. Вот. Но, слава богу, все нормально, как-то решили этот вопрос. Еще раз убеждаюсь и подтверждаю свои мысли, что путешествовать нужно, обязательно путешествуйте, не важно, сколько у вас детей, не важно, сколько им лет, либо дней, как в нашем случае, даже месяца нету. Вот. Это классно и здорово. И детей это в любом случае развивает на полной программе. Тертемка красавчик, вот, как, значит, любит бабушку. Не спал, минуты считал. Да, Темик? Так, они что-то в окно выглянули, и это, и их нету. А, ребятки, так, не видно. Родион там топит, даже не собираются вставать. Так, убежали. Я даже не успел, так крикнули громко. Так, я уже припарковался, и решил еще сделать инкадр. Смотрите, значит, вот, можно вот так все зафиксировать. Время вот, почти 12. Мы приехали, но уже как полчаса, пока всю машину выгрузили туда-сюда. Вот, это за сколько времени мы доехали, сколько километров, средний бензин, вот и температура за бортом. И вот, я говорил, на лампочке, видите, приехали. Ну все, я с вами прощаюсь, увидимся с вами совсем скоро в новом видеоролике. И спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok